ну что очередной выход давайте подруги надо поработать немножечко до 2 достаем кляксу вот покажись народу покажись народу вот она моя клякс очка замечательно пойдем я тебя высажу пойдем сегодня немножечко тактику поменяем сегодня клякса у нас будет на воде постоянно а матью высажу на берег так что вот твое новое место клякса давай на этом месте хорошо себя прояви я тебя немножечко подальше отодвину иди как всегда привязываем на под якорный узел и на короткую так вода сегодня холоднее чем вчера так все кляксу высадил идем за моти мотенька иди сюда мой день похудея немного кляксы пойдем мой теклякс клякса чертов покрякивает уже высажу ее пока на воду минут на 30 чтобы она немножко выкупалась тихо 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 не обрызгивай меня о господи так все все обоих высадил господи благослови как сегодня отработать все я в скородок так сразу же по традиции снова зарядимся добивать будем патроны байкал советские хорошо они вчера себя показали сегодня их в оба ствола заряжаем кстати смотрите почему-то цвет гильз отличается одна желтая другая белая если кто знает напишите в комментариях так все зарядился ребята и снова всем добрый вечер очередная у нас весенняя зорька вечерняя охота с подсадной на селезня сегодня 24 апреля 2024 года я уже в скоротке уток высадил сегодня поменял их местами сегодня клякса у меня будет постоянно на воде моти у меня будет 30 минут на воде потом ее пересажу на берег на сухое и так чтобы клякса ее не видела ребята хочу сказать о самом важном значит охотничий весенний сезон у нас начинает входить в фазу конца у нас осталось всего лишь три охоты вот эта охота 24 числа 25 26 мы пропустим и 28 29 мы еще сходим 29 у нас будет закрытие потому что во первых охота у нас открыто до 6 мая но 100 майские праздники на майских праздниках меня когда будет охотиться это раз во вторых у нас уже осталось по второму разрешению совсем мало селезней добыть и я надеюсь что за эти три охоты я добуду если не добуду значит не судьба пусть живут как говорится мы не за мясом ходим мы ходим ради удовольствий чтобы утки чему-то научились и единственное на майских праздниках мы с вами сделаем одну охоту без ружья когда посадим уток они покричат дадим налететь селезней и дадим селезням их потоптать потому что утки молодые дадим им возможность понять для чего вообще это все происходит чтобы в будущем они уже окончательно были рабочими вот такие вот планы ребята ну а сегодня надеюсь у нас все получится на охоте сегодня холодно я на особо хороший результат не рассчитываю но надеюсь что все будет хорошо поэтому я вам всем желаю приятного просмотра поехали а Ребята, селезит сел. Нет, не сел, ошибся я, мимо прошел, но сейчас налетит, блин, вон он жмякает, летит, сидим пока, он прямо вот тут вот заходил, они сразу усадку начали давать. Короче, смысл такой, селезень начал заходить, они его увидели, сразу же лупанули ему усадку, но он очевидно на это озеро просто заходил на посадку, потому что он сюда подлетал, они вообще не кричали, просто кормились. Вот, поэтому он, мне показалось, что он сел, но он не сел, он пролетел мимо и вот подсел вот там вот, слева, в той согре, как обычно. Сейчас, короче говоря, я выйду из кротка, я когда выхожу из кротка, Мотя начинает постоянно кричать. Мне самое главное сделать, чтобы селезень зашмякал, они его услышали, я имею ввиду уток, и тогда они заорут, и он сюда налетит. Все, поехали. Вот я вышел из кротка, Мотя сразу заорала. Сейчас надо так сделать, чтобы селезень ее услышал. Все, в принципе, достаточно, идем в скрадок, сейчас должен быть результат. Селезень пожмякал, она прекратила кричать. Через минуту, как я в скрадок зашел обратно, селезень не поднялся на крыло, не полетел сюда. Все там же и сидит в согре. Но, в принципе, мы-то терпеливые люди, мы все равно выждем, он все равно сюда подлетит. Нужно только ждать. Сейчас Мотя еще минут 15 покупается, я ее на берег отсажу рядом со скрадком. Она должна начать орать. И селезень обязательно прилетит сюда, обязательно. Не может быть, чтобы он не соблазнился. Все, ребят, сейчас мы ее быстренько на берег пересадим. Вот здесь будет сидеть. Я в скрадок. 5.25, опять коршуны листают. Да что же это такое? Как будто бы кто-то сглазил. Видите, как утка вжалась. Пошли отсюда! Все вроде уходит. Так, потихоньку работает. С передышками. Сейчас вот долгое было перекрякивание. Селезень там слева все, не отзывается. Улетел, наверное, куда-то. Больше жмяков не слышу. Погода, конечно, сегодня вообще херовая. Холодно, пасмурно. Хрен знает, в чем мы сегодня наохотимся. Но один налет сегодня уже был, и то хорошо. Подождем. Поехали его. Поехали его. КОНЕЦ Готов С полем, мужики С полем один есть Патроном Байкал взяли Наманили они его с горя пополам Слава Богу Сейчас пойдем доставать Короче говоря, как они перекрякивались между собой Так это вообще ужас Вообще отвратительная работа уток в плохую погоду Но одного накрякали Очевидно тот, который первый раз сегодня заходил И там сел Он все-таки не выдержал и прилетел Присел вот туда Я его не заметил, как он садился Только услышал по приземлению по воде Пока я камеры все включал, он уже сюда подтянулся Ну вот он, ребята, с полем С полем Очередной Зеленоголовый попадание в голову Патроном Байкал Советским Сейчас немножко я его промою Чтобы у меня руки потом не в крови были Все, в скрадок идем В любом случае охота сегодня уже состоялась Один селезень Это шикарнейший результат Так, сюда его Все, пусть доходит Все, ждем следующего Так, ребята Сразу же зарядимся Так Все, ребята Это последний патрон Советский Байкал Вот получается Два патрона в стволе у меня И больших патронов Байкал у меня нет Есть вот такие еще Советские патроны Тройка Вот их будем расстреливать Короче, второй селезень Вот там сидит И засранец не хочет лететь Они орут обе Он отзывается И на этом все заканчивается Сюда не подлетает Осторожничает Может уже сюда подсаживался когда-то Под выстрел Место запомнил Будем манить Будем манить пытаться его сюда Приземлить и взять Патроновый 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 п Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Клякса уже столько осадок этому селезню накидала. Он тут кружит и кружит вокруг, а садится ни хрена не садится. Стрелянный видать. Этот вот со второй осадки сел. А этот никак не хочет. И вообще куда-то пропал. Не слышно его. Куда-то в другое место улетел. Жмякать перестал. Ладно, хрен с ним. Другой прилетит. Что-то Мотя вообще задумалась. Сейчас мы ее сюда вот пересядем. В общем, ребята, я тут, короче, уже несколько раз Кляксус Гайда с Мотя местами пересаживал. В общем, в итоге вернул их на свои прежние места. Но работают они все равно. Нехотя, плохо, холодно становится. Солнце чем сильнее уходит за тучи, Тем сильнее становится холодно. Ветер вообще холоднющий дует. Сегодня утром, кстати, снег вообще был. Я проснулся, снег везде лежал. Вот поэтому я не знаю. Если они сейчас в течение 25 минут, 30 максимум не заработают, я их домой буду собирать и сам буду собираться. Хота в любом случае состоялась. Одного взяли. Хотя хочется того селезня все-таки выманить оттуда. Какой-то он прожженный чересчур. Там жмяка это сюда не летит. Вот погодка сегодня, ребята. Вообще резко вымер. Вот слышно только, как машины там вдалеке по трассе шнуют. Сурки не кричат, птички не поют. Вообще полнейшая тишина. Вот что значит холод. Я сижу сейчас, вот перчатки одел, руки начали замерзать, одел перчатки. Вроде более-менее. Но тоже сижу замерзаю. Настроения никакого. Ну а что делать? Сидеть все равно надо. Раз уж пришли, что собираться и уходить. Мы ж русские люди, мы так просто не сдаемся. Будем сидеть дальше. В общем, мать-ка еще пока на воде. Кляксу я сейчас в переноску уберу. Она сегодня вот одного селезня наманила. И все. И больше она вообще никаким макаром не хочет работать. Сейчас ее сюда посадим. Подождем еще немножечко. Иди сюда, иди, иди, иди. Блин, за ветку зацепилась. Вот не были бы вы дикошарами. Все бы было нормально. Нет, вы за ветки цепляетесь. Ни хрена работать не хотите. Клякса, ну почему так-то? Вот объясни мне. Нормально же вы работали один день. Сегодня вообще отвратительная работа у вас. Ладно, иди в переноску. Я тут сейчас размотаю. Все, в общем, снял ее, ребята. Наконец-то дождались второго. С полем. Вообще рискованный выстрел был. Прямо мог в мотю попасть спокойно. И селезень-то взялся неоткуда. Ну, в общем, взяли. Как-то так. Идем доставать. В общем, смысл такой, ребят. Я уже, короче, хотел, думал, все, сейчас буду собирать. Уже наклонился ружье разряжать. Слышу, зажмякал. Зажмякал, а она сразу заорала ей осадку. Он сел рядом с ней. Вот. Сел. Я вам сейчас покажу, где он сел. Охренеете. Вот она, мотя. А вот он сел. Вот где вот эта вот пушинка. Получается, расстояние здесь, наверное, метр-полтора. Я, короче, выцеливал-выцеливал. Как бы, думаю, в нее не попасть. Ну, доверился я этим патроном, Байкал. Плюс я знаю, что ружье ИЖ-26, оно очень кучно бьет. Очень кучно дробь летит. Думаю, не попаду я в нее. Не зацепит. Так оно и получилось, не зацепило. Селезня взял. И селезень шикарный. Вот он, смотрите, какой здоровый. С полем, ребята. Второй раз сегодня. Работа, конечно, не особо. Сегодня хорошая уток. Можно сказать так, что работы сегодня вообще нет никакой. Но по одному селезню они наманили. Один Клякса наманило, один наманило Мотя. Поэтому, в принципе, претензий нет. Для сегодняшней погоды, для сегодняшнего холода нормально. Молодцы. Вот он, второй. Этот намного больше. Посмотрите, да, как различаются. С полем, мужики, с полем. В общем, все, ребята. Снимаю я ее. Все равно уже не работает ни хрена. Там где-то селезень жмякает. Но никак не хочет он сюда лететь. Она тут покричала, покричала. Он поотзывался, поотзывался. Но сюда не летел. И она все, перестала кричать. В общем, все. Сейчас я ее сниму. И будем итоги подводить сегодняшней охоты. Так, ребята. Видно меня, не видно. В общем, охота состоялась. Работа уток сегодня, конечно, не особо порадовала. Ну, как есть, так есть. Поэтому я доволен, в принципе. Два селезня вот таких вот взяли. И хорошо. На этом, в принципе, сегодняшнюю охоту и закончим. У нас осталось еще две охоты. Это будет уже закрытие. Поэтому оставайтесь с нами. И увидимся на следующих охотах. Всем пока. Пока.